Здравствуйте! Вы смотрите Главное время местное. О важных событиях в жизни Ростовской области расскажут наши партнеры, городские районы и телекомпании. В Пролетарском районе взялись за решение вечные проблемы состояния дорог. Для этого сотрудники ДПС взвесили автомобили-многотонники. Как выяснилось, требования по допустимому грузу соблюдают далеко не все водители. Подробности рейда в сюжете телекомпании «Регион». Одна из проблем в России, по общему признанию, это дороги. Их состояние, качество дорожного покрытия в буквальном смысле сказывается на автотранспорте. Но всегда ли виноваты дорожники? Возможно, и сами водители несут вину за ямы, выбоины и тому подобное. Грузовые автомобили с целью удешевления стоимости перевозки товара бывают буквально забиты им сверх всяких норм и здравого смысла. Рассчитанная на один вес дорога прогибается под тяжестью таких монстров. И хорошо, если бы рушился только асфальт. Но по фактам работы ГИБДД, в основе большого количества аварий с участием грузового транспорта лежит его перегруз. С целью выявления сохранности дорог в Ростовской области начали проводить рейды с участием передвижного весового комплекса. Вот создан на базе «Газель». Значит, у нас имеются переносные платформы. Переносные платформы имеются, которые, значит, подлаживаются под каждую ось. Машина проезжает, каждый ось взвешиваем в отдельности. Компьютер высчитывает расстояние между осями. И общую груз. У нас выбивается уже чистый вес машины с грузом. Мы определяем перегрузку и перегрузку. А с какой целью вот это все? Для сохранности дорог. Для сохранности дорог. Потому что выбивается колейность дорог и приводит к авариям. Специальная компьютерная программа высчитывает допустимую нагрузку на ось в каждом виде транспорта. В случае перегруза как водители, так и юридические лица ожидают довольно большие штрафы через административные изыскания и протоколы. Такого рода рейды будут проводиться не только на федеральных трассах, но и в городах и районах области. Так что на каждого хитрого водителя найдется свой умудренный опытом инспектор. Ряжинский детский сад «Золушка» в Матвеево-Курганском районе ждет пополнения. В учреждении появилась дополнительная группа на 25 мест. На открытии побывали корреспонденты телекомпании «Премиуси». Новая группа рассчитана на 25 человек. Гостей – воспитанники сада. Встретили, как и положено, с хлебом и солью. Ой, ой, гости, дорогие, славные, да удалые. Очень рады мы гостям каравай подносим вам. Мы здесь с ним и соль подносим. Поградим все ответы, впрочем, мы спекли его с душой. Вот румяненький какой. Ребят поздравили глава Матвеево-Курганского района и заведующий отделом образования районной администрации. Буквально сегодня открыты, уже картиночки на стенках висят, уже какие-то аппликации, уже вот настолько душевно, настолько коллектив к этому готовился. Я рад вот за деток и, наверное, скажу, что заметно отличаются дети, которые нас встречали, вы с Александром Васильевичем сейчас назвали, которые встречались с караваем, и детки, которые вот сейчас вот встречают, ну, как бы вот хозяева группы. И я думаю, что мы вот, наверное, ради этого стоит жить, чтобы дети все ходили в детские сады. Открытие новой группы, увидели счастливые лица детей и родителей, мы говорим, да, стоило за это бороться. Большая игровая комната, мягкие кровати и умывальники, которым позавидует любой взрослый. Это все теперь есть у ребят. Вот так, вставлю ручку, вставляю вторую ручку. Не бойся, не бойся, не бойся, Саш. Нет, такие вот, не нужен. Судры, ты шумеешь. Вот, вот, давай, давай, давай. Директор детского сада поблагодарила присутствующих гостей. Вы сегодня воочию убедились, что группа оснащена хорошей мебелью, пособиями, подарками новой группы. Как Александр Анатольевич говорит, есть то, что можно потрогать руками, вот то, что действительно есть у нас, это все видно. Спасибо большое. Руслан Трофимов, телекомпания «Премяуси». Студенты ЮРГПУ имени Платова всерьез задумались над тем, как начать собственное дело и что для этого нужно. За советом они обратились к представителям банковской сферы. Подробности встречи в сюжете наших коллег из города Шахты. Ольга, вам слово. Здравствуйте, коллеги. Мероприятие, которое сегодня прошло в Шахтинском политехе, организовано кафедрой экономика и права в рамках всероссийской акции «День финансовой грамотности». Современное состояние банковской системы России, особенности законодательства, регулирующего вопрос аккредитования и открытия лицевых счетов, об этом и многом другом шла речь на встрече. У наших студентов существует потребность в таком финансовом продукте, как кредит. Многие из них подготовили бизнес-проекты и бизнес-планы. К примеру, открыть свое дело в США – 30 долларов и 30 минут времени. Американские студенты, вдохновленные историями успеха из Силиконовой долины, легко начинают бизнес. В России тоже появляются новые возможности и перспективы. Что готовы предложить банкиры начинающим предпринимателям? В каких кредитах сегодня нуждается малый бизнес? На эти и другие вопросы отвечали гости. Мне было интересно узнать, на что обратить внимание при заключении договора, какие существуют процентные ставки кредитования и какие есть льготные условия для молодежи. Ну, а насчет открытия собственного бизнеса пока думаю, так как это очень сложное дело. Ну и, как говорится, нужно 7 раз отмерить и 1 раз отрезать. Если говорить о воспитанниках кафедры экономика и права, то эти ребята предпочли сначала идти за образованием, а потом уже начинать свое дело. Кафедра, безусловно, дает мощную теоретическую подготовку, большой объем знаний. Шахтинский политех заслуженно завоевал репутацию вуза, в котором можно получить современное и качественное экономическое образование. Выпускники, успешно работающие в различных сферах предпринимательства и госструктурах, яркое тому подтверждение. А подобные лекции помогают слушателям в бизнес-образовании. На сегодня это все. Программа Вилана Ларченко. Смотрите «Главное время местное» на телеканале «Южный регион Дон» и всегда будьте в курсе главных событий области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова